Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гранд Ремонт и сегодня мы с вами поделимся опытом, как восстановить ванну, либо раковину от сколов, либо трещин У нас на примере будет ванна от Велерой и Бох, стоимостью 800 евро и проблема в ней такая, что появилась очень длинная трещина Данный способ, он работает только на мелких каких-то трещинах, либо сколах и вот как в данном видео, лучше конечно же использовать какую-то армировку Но мы покажем рабочий способ, который мы уже изначально делали в других своих проектах Так что смотрите, берите на вооружение Итак, первое, что делаем, это локально оцениваем место дефекта Если это трещина, то ее обязательно нужно нам расшить Если это все же мелкий скол, то немного его защищаем и заделываем специальным растором В нашем случае это была трещина порядка 5 сантиметров И забегая наперед, скажу, что расшивать ее нужно на всю глубину Потому что мы изначально сделали только поверхностно Данный способ работать не будет и все равно у нас будет трещать в данном месте Сколько там у нас сантиметров, 3, блин, это было? Я померюсь по комфорту Итак, в нашем случае трещина была порядка 5 сантиметров И в сторону закругления борта ванны мы сделали отверстие с помощью сверла Для того, чтобы снять напряжение у самой этой трещины То есть первое, что делаем, это сверлим тоненькое отверстие сверлом А где? Сверлить? Типа в конце? Трещина, да В конце трещины? Ну тут тоже у кого-то конец, у кого-то начало После того, как мы сделали отверстие с помощью сверла на всю длину и глубину нашу трещину Нужно нам расшить Для чего мы это делаем? Чтобы в последующем заложить туда материал Следующий этап, мы локально отклеиваем место ванной, которое не будет подвержено каким-то работам Для того, чтобы эти участки не повредить и не заниматься лишней нам полировкой Делаем это с помощью малярного скотча Ну вот, мы уже расшили нашу трещину и сняли напряжение Дальше берем специальное средство наше и все это дело хорошо замазываем Вот, оставляем такие вот наплывы, которые мы потом будем сошлифовывать Сразу после нанесения материала малярный скотч нужно удалить Потому что если материал засохнет, то естественно он останется в основании нашей ванны И когда вы будете это все дело шлифовать, малярный скотч он откроется и будет это все видно и некрасиво Так что сразу после нанесения убираем малярный скотч После высыхания материала шлифуем его либо вручную, либо с помощью шлифовальной машинкой Используем наждачки разной грануляции от крупной до мелкой Там уже смотрите, на свое усмотрение, принцип работы как с автомобильной шпаклевкой Ну там получается очищаешь и потом, чтобы царапины убрать, все мельче и мельче и мельче Наждачку, водичку добавляешь и мельче и мельче, когда уже получается царапины убираются И получается эффект полировки, такой как стекла Все, заполировали мы наш основной компонент, он видите такого желтого цвета И появилась у нас проблема у нас в комплекте краска, не того цвета, которого нужно Посмотрите, если я обшикнусь, вот видите, как она отличается от основной Да, и как сказано уже в видео, у нас была проблема в тот момент Не было у нас основного компонента, это самая последняя прозиция То есть это краска типа ямали, которая покрывается в конце И передает однотонность, однородность цвета нашей ванны Ее тоже, кстати, можно подполировать потом Ну главное попасть в оттенок нужный белый нам, потому что их очень много бывает Какой покупать, тут я вам не скажу, тут уже надо методом подбора, скажем так, смотреть, чтобы совпало с ванной Либо же, если вы четко знаете, у каждого производителя есть название по цвету Какой это цвет, белый, допустим, вот здесь у нас Вейс Альпин, здесь есть Вейс 02 и так далее И ты должен, соответственно, с этим покупать вот этот ремкомплект Этот он рабочий, потому что мы пользуемся другими, они не очень хорошо себя зарекомендовали Итак, друзья, я надеюсь, информация была для вас полезной Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал И следите за информацией, будем еще больше снимать для вас полезной, нужной информации Всем пока!